По поводу экономики будущего и почему обязательно требуется рынок, то есть вот по поводу плановой экономики, планового распределения. Я считаю, что полностью плановое распределение это утопия, это никогда не наступающее будущее, светлое будущее о том, что в будущем все прекрасно и красиво, но этого не будет никогда. Это так же как коммунизм, значит при коммунизме просто теряется мотивация у людей что-либо делать и люди довольно быстро деградируют, потому что, как показывает практика, только преодолевая трудности человек остается человеком. Так вот, рынок. Почему требуется, чтобы человек платил на рынке сам, а ни в коем случае за него не решали, там умные инженеры, да, там мудрейшие, как мы правильно. Потому что адекватно оценить потребности людей, конечно, научными способами как бы можно, но на самом деле нет. И человек определяет только сам. Да, во многом его мнение оно сформировано окружением, в том числе СМИ. Это действительно так. Но самое интересное, за человека решать нельзя, только сам человек, иначе убивается все человеческое. То есть получается из режима субъекта человек превращается в объект, и в этом случае, ну, ничем не отличается от робота. Можно сказать, что и сейчас биороботы, да, но все-таки. Далее. Для планирования в любом случае необходимо определять, сколько требуется того или иного товара. Вот когда там видео светлого будущего, да, там, представляют о том, что инженеры решат, сколько нужно там телогрейек, да, то есть по выполнению функций. Вот по выполнению функций это было примерно как в СССР. Значит, там принимали решение примерно так. Значит, необходимо сделать промышленность, да, значит, все на промышленность. Потом, значит, всякие телогрейки с шьем, люди и так обойдутся. Дальше необходима суверенитет, необходимо все на военку, да, там война, там это. Вот, атомные ракеты надо запускать, показывать, куськину мать. В итоге туалетной бумаги нет, жрать нечего, блин, там все ходят в одних и тех же фуфайках, блин, одежды, разнообразия никакого нет. И последнее, там, когда кооперативы начали, их тоже поприжали. И оттепель наступила только вот в 80-е годы. И когда людям уже там все это остерчертело, сказали, да пошли вы нафиг со своим Советским Союзом. И, собственно, в три дня этого Советского Союза не стало. И вот плановая экономика, вернее, вот эта утопическая, тоталитарная плановая экономика, она крайне хреновая. Ее ни в коем случае нельзя внедрять. Другое дело, что в любой рыночной экономике есть элементы плановой. И в любой плановой будут элементы рыночные. Я в этом убежден. Необходимо искать золотую середину. Я считаю, что рынок, он остается рынком, в том числе краудфандинг, да. Это сколько человек платит за то, чтобы приобрести те или иные товары и услуги для удовлетворения своих потребностей, в том числе духовных. Ну, нравится ему там стразы. Ну, вот, блин, ну, ничего ты не сделаешь. Можешь запрещать, конечно. Но люди все равно будут это покупать. Так или иначе. Серый рынок там и так далее. Ну, так вот, после того, как определено реально на рынке, сколько чего нужно, в том числе краудфандингом, вот, после этого можно плановую запускать процедуру расчета. И, более того, для этого госплан, он не нужен. Для этого вполне хорошо подходит децентрализованное планирование на основе расчета, ну, вот, как ОГАЗ. То есть, входные данные для системы планирования, их никто, кроме рынка, не даст. А дальше расчет, это инженерная задача, то есть, это формулы, это не принятие решений, это просто сведение товарных потоков от запроса и от возможностей. Более того, эти данные, когда они реально децентрализованы и публично, то эти данные могут использовать предприниматели для того, чтобы ввести дополнительное производство. То есть, будет известно, где чего, недостаток. Соответственно, можно подсуетиться, либо сделать там достаток, привести, либо там где-то открыть производство для того, чтобы логистические цепочки были покороче, подешевле. Ну, учитывая, естественно, там риски, всевозможные поборы, там налоги, там рабочую силу, там и так далее. Собственно, это и сейчас делается, то есть, любой бизнес, когда открывается, там просчитывается, там бизнес-планы. Ну, это, конечно, гипотеза, они либо подтверждаются, либо нет. И для этого как раз вот нужна эта аналитика. Эту аналитику во многом сейчас и предоставляет вот эта IT-система, да, те или иные, которые предоставляют там вот эту big data, да. Вот будет то же самое, только еще больше, но без центрального владельца, который это все может, а с децентрализованным набором этих данных. Где, ну, там, конечно, обезличено все это надо делать, вот, но у меня есть сомнения, что это полностью будет обезличено. То есть, я думаю, что так или иначе по поведению можно через какое-то время, там, по наблюдениям, там, ну, примерно через год, более-менее достоверно сказать, что этот человек, это вот конкретно там Василий Иванович. Даже не имея никакой связи с тем, что это идентификатор, там, Василий Иванович. Вот, такое мое мнение.